всем привет дорогие подписчики и гости канала сегодня у меня на столе необычный продукт два в одном наушники встроенные в пауэрбанк о существовании таких я и подумать не мог но ко мне обратилась китаянка и лично предложила снять на них обзор предоставив продукт почему бы и нет подумал я сниму расскажу все что о них думаю а вдруг это работает давайте посмотрим что получится есть соединить наушники с пауэрбанком или пауэрбанк с наушниками кому как больше нравится для этого приступлю к распаковке распаковку я делаю для того чтобы мы понимали стоит ли заказывать в качестве подарка или на продажу данный продукт так как в данном случае важна целостность упаковки поставляется в обычном пластиковом пакете хотя как в обычном наушники которые мне приходилось вскрывать упаковывают в разные транспортировочные пакеты бывают бумажные фольгированные и как в этом случае пластиковый но все пакеты объединяет наличие пупырчатого материала но в один слой он мало эффективен в нашем случае посылка пришла в целостности за счет дополнительного упаковочного материала и коробки из плотного картона внутри ну что самое интересное ждет внутри открывается как коробка от айфона сразу нас встречает powerbank также юсб на type-c кабель для зарядки и еще здесь идет веревочка думаю к ней крепятся наушники чтобы не потерялись такая же только белая была в копиях airpods но это мы проверим отложу также здесь положили сменные амбушюры что тоже очень хорошо но инструкция на английском языке состоит из пару разворотов хотя она больше наверно для вида чем чтобы ее читали думаю у нас не возникнет проблем так давайте все лишнее отложу сразу вспоминаю телефон с модным на то время механизмом слайдер открывается правда не так приятно как телефон но все же имеет магниты которые выполняют функцию доводчика в целом задумка хорошая по весу я думал тяжелее будет так как заявлено что тут 10000 миллиампер часов батареи стоит так показывает заряд батареи 74 процента перемещая крышку изображение остается статичным значит сама крышка пропускает свет и не имеет шлейфа что плюс долговечности конструкции корпус здесь пластиковый на ощупь приятный но при этом он марки будьте к этому готовы что будут оставаться заметные пятна от пальцев рук на задней части у нас указаны характеристики 10000 миллиампер часов сертификаты различные и сделаны в китае когда отправляли эти наушники на обзор предоставили ознакомительное видео где вскрывают этот пауэрбанк и показывают доказывают что там установлено две аккумуляторы батареи по 5000 миллиампер часов каждая приборы чтобы проверить емкость у меня нет но при монтаже я укажу сколько раз пришлось зарядить с 0 до 100 процентов батарею iphone 10 также сейчас по памяти не вспомню сколько она но вся эта информация будет далее видео также расположен сенсор на задней части это углубление которое активирует индикацию заряда пауэрбанка давайте сейчас проверим она погаснет у нас ну вот погасла сейчас я нажму сенсорную кнопку как видим загорелась ну и также если открыть закрыть также будет загораться для заряда самого пауэрбанка используется интерфейс usb type-c а для заряда различной периферии служит вход usb 3.0 на 2 и 1 ампер давайте попробуем его зарядить это вот у меня кабель usb type-c вставляем индикация начала моргать кстати интересно моргает цифра к наверно потом 75 80 загорится зарядка пошла также попробуем зарядить здесь у меня есть рядом iphone от самого пауэрбанка заряд пошел все работает но еще интересный момент будет ли заряжать через вход usb type-c устройство вставляем и попробуем также на айфоне не работает то есть на как на выход на зарядку usb type-c не работает пользуемся только usb 3.0 но вот и дошла очередь до самого интересного до наушников магниты держит очень хорошо проблем никаких нету не выпадают у наушников есть индикация то есть я их вытащил и они сразу начали искать устройство которому подключиться по виду мне данные наушники напоминают airpods давайте как раз сравним сейчас но только они больше по размеру вот так выглядит airpods pro вот так томкос т 800 так если их поставить ну томкос видно больше по размеру видно что когда делали томкос и за идею брали airpods pro итак давайте же проведем два теста первый на качество звука второй на качество микрофона для проверки качества звука я решил воспользоваться треками которые предпочитают молодежь для этого подконнектим их сейчас а но прежде чем проверить давайте соединим их с айфоном а затем с android все активировался поиск сопряжение все без проблем подключились и теперь также проверим подключение к android устройству да вот они обнаружились сопряжение тоже без проблем подключено все с android больше работы сегодня не будем будем проверять на айфоне так еще раз подключим все подключено выбираем музыку левый правый подписано звучат очень громко сейчас сейчас ну ну низкие довольно таки хорошо очень играют высоких достаточно по одному тапу ставится на паузу два тапа должно включиться следующее видео вот два тапа включила следующее следующую музыку так и теперь интересно будет ли работать повышение громкости давайте давайте да удерживаем правый наушник громкость повышается удерживаем на левом наушнике громкость понижается первый раз такое встречаю первый раз такое встречаю в китайских наушниках молодцы уже и такое делают отлично играют хорошо функции работают следующий трек по двойному тапу предыдущий трек по левому наушнику двойному тапу плей пауза это один раз нажать на любой из наушников а долго удерживание по наушнику повышает или понижает громкость в зависимости от того на каком наушнике вы тапнули соответственно правый наушник повышает левый понижает громкость здесь проблем никаких нету звук средний но хороший то есть если даже сравнивать с теми же air dots я бы не сказал что данные наушники проигрывают им звучание на одном уровне здесь сложно сказать какие лучше какие хуже если сравнивать с копиями ну тоже примерно такое же самое ну в зависимости конечно какая копия есть копия которая мега басы дает то она конечно по низам будет выигрывать ну а здесь все сбалансировано все довольно таки хорошо работает как приятное дополнение к пауэрбанку данные наушники играют отлично давайте теперь проверим хорош ли микрофон в них и можно ли использовать как гарнитуру для этого сначала проверим оба наушника на качество микрофона проверка стерео качество микрофона томкас т 800 теперь проверим каждый наушник по отдельности для этого один наушник я спрятал чтоб не было слышно а во второй буду говорить проверка микрофона томкас т 800 правый наушник проверка качество микрофона томкас левый наушник как мне кажется у левого шкала была лучше давайте теперь воспроизведем проверим наушники можно убрать все убираем в кейс и пропадает воспроизводим сначала стерео проверка стерео качество микрофона томкас т 800 каждый наушник по отдельности проверка микрофона томкас т 800 правый наушник проверка качество микрофона томкас левый наушник Да, в левом наушнике микрофон получше работает в нашем тесте, но вообще, в принципе, нету посторонних шумов. Да, звук, конечно, хуже, чем, как мы проверяли AirPods Pro, но и не слишком плохо. То есть использовать в качестве гарнитуры, думаю, можно. И последнюю проверку сделаем. Это вот этот шнурок. Для этого поместим один наушник и второй наушник. Может, кто ходит с такими? Лично я, конечно, не хожу. Вот и все. Вот я ходил на шею, и они повисли. Вот такой вот шнурок. Может, кому-то пригодится. Мелочи, а как приятное дополнение, почему бы нет? Ну вот и все. Все основные тесты данные наушники прошли. Подведу итоги. По качеству звучания неплохой средний класс наушников. Как гарнитуру можно использовать в случае необходимости. Но тот момент, что они с Powerbank, обеспечит вам долгое и беспрерывное звучание, заряжая не только наушники, но и устройство, с которого вы воспроизводили музыку. Я думаю, настанет то время, когда в обзоре появится Powerbank с двумя парами наушников. Тогда вы точно не останетесь без музыки. Хотя все современные наушники до 50% заряжаются в кейсе не более 30 минут. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было вам полезным, делитесь ссылкой на него в соцсетях, ставьте лайки, пишите комментарии. На все вопросы отвечаю. Не забывайте заглядывать и в другие видео на канале. Там могут быть актуальные конкурсы. Смотрите закрепленные комментарии. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok